С 3 по 25 августа 2018 года 4 ульяновских маржа – это Кузьменко Владимир, Остриков Вадим, Грачёва Тамара и Кислевич Мария – руководила походом гид Елена Курдюмова, которая ходила этим маршрутом более 15 раз. С нами также участвовала в походе Наталья Кисеева из Екатеринбурга и коновод Андрей из села Тюнгур со своими конями меринами. Поход состоял из трёх частей. Первое – горный поход в горе Белуха. Второе – поход по горному Алтаю. Это мы побывали в селе Манджирок, в Чемале, совершили из Чемала экскурсию на Гейзерово озеро, остановились в горно-алтайский. И третья часть – участвовали в 13-м Кубке Сибири и Дальнего Востока на Телецком озере. Завершили также экскурсию по Телецкому озеру, жемчужине, горного Алтая. Побывали в Барнауле. Наиболее трудным и сложным получился поход к горе Белуха. Мы три дня шли пешком, всё время поднимаясь и поднимаясь выше и выше в гору, проходя каждый день не менее 15-ти километров. Особенно трудно было идти по тем местам, где тропа шла круто в гору. В первый день мы проехали 15 километров на машине и прошли 15 километров по берегу реки Кучерла, то поднимаясь от реки высоко-высоко, то опускаясь прямо к реке. Затем, не доходя до Кучерлинского озера, повернули в сторону от реки Кучерла и пошли к перевалу Каратюрек. Большую часть нашего имущества и продовольствия везли лошади, которыми управлял коновод Андрей. Вела нас гид и одновременно замечательная и скромная женщина Елена Курдюмова. Во второй день мы прошли более 15 километров под проливным дождем, по грязи и лужам. Иногда шли и в облаке, и в дожде одновременно. В третий день преодолели перевал Каратюрек высотою 3 километра 65 метров. Зайти на перевал было очень трудно, довольно высоко. Несколько раз мы отдыхали. Вот она Белуха. А мы находимся на перевале Каратюрек. Это был очень трудный подъем на данный перевал. Но мы его сделали. Значит, мы молодцы. На самом верху перевала Каратюрек снега не было, но он лежал внизу перевала. Мы немного спустились, походили по снегу, побросались снежками, а затем 5 километров шли, только спускаясь вниз и вниз к озеру Кокем, к нашей стоянке. Нам повезло. Около озера было мало народу, и мы поставили палатки в очень хорошем месте. У нас был даже стол, на котором можно было разложить еду и более-менее комфортабельно поесть. На ночь питание подвешивали на веревочках, ведь рядом было много мышек и бурундуков. Два дня мы ходили радиальными выходами и без рюкзаков. В первый день ходили к часовне Архангела Михаила, которая была построена в честь погибших альпинистов. И далее дошли до подножья горы Белуха, к гроту, где заканчивается ледник, спускающийся с горы Белуха, и начинается река Акем. Ледник в некоторых местах имеет толщину от 160 до 167 метров. По пути встретили Фёдора Конюхова, который в 67 лет вместе с сыном совершил восхождение на гору Белуха высотой 4506 метров. Во второй день ходили в долину Семи озёр. В начале похода мы лезли круто в гору, иногда на четырёх конечностях. И так мы поднимались в гору примерно на тысячу метров. Там мы увидели все семь озёр. Искупались в первом и в седьмом озере. На седьмом озере было хорошо видно, что мы находимся в долине, а со всех сторон нас окружают горы. На третий день погода испортилась. Всю ночь и всё утро шёл дождь. Дорогу развезло. Мы должны были сходить в долину горы Ерлу, где склоны горы состоят из пород, имеющих цвет от жёлтого до синего, красного и фиолетового цветов. Причём цвета склона горы меняются, если их смотреть под различным углом или в разное время дня. Поэтому мы собрались и пошли по реке Акем в сторону дома, в Тюнгур. Прошли турбазу «Высотник» и встали лагерем в двух-трёх часах ходьбы от нашего лагеря. Мы хотели посетить долину горы Ерлу позже или на следующий день. Но дождь лил весь третий и четвёртый день, и мы не смогли перейти реку Акем, так как она разлилась, и невозможно было перейти реку по мостику. Встретили одиночного туриста Сергея из Воронежа, который шёл к Белухе. Но так как была ненастная погода, то он остановился около турбазы «Высотник» и переждал непогоду. Вместе с ним мы пробыли весь вечер и утро. Он нам предоставил укрытие от дождя и сухие дрова с костром. Мы же накормили его ужином и завтраком. На следующий день мы приняли решение возвратиться по реке Акем в Тюнгур и шли по грязи и лужам, уже неся с собой все вещи и продовольствие, включая палатки и спальники, проходя каждый день не менее 15 километров. Одно было хорошо, что тропа шла всё время вниз и вниз. Вниз идти легче, чем вверх. Навстречу нам попадались туристы, которые шли к озеру Акем. Они шли вверх. Им было труднее. Встретили семейную пару из Нидерландов. И мужчины, и женщины были довольны пожилого возраста. Последние 15 километров через перевал Кузуяк переехали на автомобиле, так как сильно устали и уже не могли идти. На следующий день мы остались в Тюнгуре и отдыхали. Попарились в бане, постирались, высушили одежду и палатку. Ходили по селу, побывали в музее, познакомились с коноводом, ели вкуснейшие лепёшки с молоком и мёдом, которые сделала его мама. Около знаменитого моста в Тюнгуре через реку Катунь разговаривали с туристами, которые шли на гору Белуха. Старшим у них была женщина-инструктор по туризму, которая несла рюкзак весом около 40 килограммов. Во второй части похода посетили село Манджирок, озеро Манджирок. Грязнее озеро я ещё не видел. Поднялись и опустились на подъёмники около озера Манджирок. Затем поехали в Чималу. Остановились кемпинги около Катуни, в самом красивом месте Катуни, где в неё впадает река Чималка и стоит гидроэлектростанция, построенная по плану Гойл-Ро в 1932 году. Там мы любовались красотами Катуни со смотровых площадок, посетили остров Патмос, место силы Горного Алтая. Ездили экскурсии по Чуйскому тракту Гейзерово озеру и любовались красотами как Чуйского тракта, так и этого Гейзерово озера. По пути видели, как грязная река, чуя, впадает в бирюзовую Катуни, немножко загрязняя её. Гейзерово озеро меня не поразило своими красотами, видно, оно было спокойное, извержений со дна не было. Были три небольших булек, которые небольшими кольцами разошлись по озеру, но это неинтересно было. Всего экскурсия продолжалась 15 часов. Приехали мы на своё место уже, когда было темно. Потом переехали к Телецкому озеру. На Телецкому озере я и Вадим Острыков участвовали в 17-м чемпионате Сибири и Дальнего Востока по плаванию, где я сумел завивать одно третье место. На катере плавали экскурсии по Телецкому озеру. Ходили к третьей речке. Это горная река с перекатами и небольшими водопадами. Мы прошли около километра вверх, а потом назад спустились. Таких рек мы насмотрелись около Белухи очень много. Ходили на смотровую площадку Телецкого озера. С неё открывается великолепный вид на Телецкое озеро и на сёла Артыбаш и Иогач. Затем мы пывали в них. Нас туда возил Морш из Барнаула Пётр Сокрута на своей машине. С Телецкого озера мы с участниками соревнований на автобусе приехали в Барнаул. В Барнауле мы пробыли в 17 часов. Остановились у Барнаульского моржа Ирины Фёдоровой. Немного придя в себя после переезда, поев, мы пошли гулять по городу. Фотографировались у памятника Шукшину и на набережной реки Опь. Ездили на базу Барнаульских моржей на озеро Пионерское, куда нас возил Пётр Сокрута. В озере мы искупались и сфотографировались на память около базы Барнаульских моржей. В городе купили алтайские подарки. Вечером с Барнаула мы за два дня доехали до Казани и далее до Ульяновска. На этом наш поход был завершён. На весь поход каждый из участников затратил 34 751 рубль.